Я являюсь руководителем направления по питанию нашей компании. И сегодня хотел бы вашему вниманию предоставить несколько продуктов, которые есть у нас в портфеле, которые одобрены, внесены в список именно препаратов, разрешенных для использования в органическом земледелии. Речь будет идти именно о продуктах, которые являются корректировщиками питания. То есть, либо какие-то дефициты, либо антистрессовые препараты, либо как стимуляторы. Давайте следующие. Какая культура, как бы мы ее ни выращивали, урожайность культуры зависит от этих элементов. Азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера. То есть, это то, что дает на почву. И поговорим чуть-чуть о той группе, которая относится к группе микроэлементов, которые не просто называются микроэлементы. Их надо очень мало, они очень важны. Зачастую из почвы они выносятся с урожаем. Нет возврата, скажем так, соломы. Да, допустим, простой пример. Мы солому оставили, калий вернули, а цинка забрали с семенами. Давайте дальше. Где мы сегодня работаем и что вообще можно делать с этими продуктами? Этими продуктами можно обрабатывать семейно-посадочный материал. Можно работать при выращивании, давать данные продукты через каплю и через листовую. Продукты в своей массе делятся, скажем так, корректировщики питания, продукты, на которых можно составить полноценную схему питания, продукты, которые относятся к группе антистрессовых препаратов. В последнее время это очень актуально, расскажу почему и как это вообще работает. И отдельные, допустим, продукты, на которые начинают обращать внимание, это так называемый препарат, это микориза, чтобы создать симбиотический симбиоз корней с грибами, чтобы помочь растениям обеспечивать себя влагой и элементами питания. Первый продукт, который хотел вашему вниманию представить, Max Rice. Он не просто назван природным биоактиватором, данный продукт у нас включен в реестр для органического земледелия. В своем составе основная масса это источники сырья, это растительные остатки, это водоросли. И чем хорош этот продукт? Во-первых, высокое содержание пульсахаров, которые в свою очередь будут являться источником питания микроорганизмов почвы. Экстракт морских водорослей, это, как правило, гормональные комплексы, ауксиноцитокининовые комплексы, которые всегда есть, присутствуют в растениях, и никуда мы от этого не денемся. Это карбоновые кислоты и водорастворимые микроэлементы, но это не, скажем так, не в плане добавки, а то есть то, что производится именно, получаем в момент производства сырья. Как работают вообще гормоны, и как вообще растет растение? У растений постоянно идет обмен информацией, ауксин опускается вниз в корневую систему, в корневых волосках синтезируется цитокинин, поднимается вверх, растение растет. Если мы эти процессы прерываем, растения у нас не растут. Явный пример, который вы знаете, допустим, гормональные препараты. Дали большую дозу ауксина, корневая система погибла, все, мы с сырьянками справились. Соответственно, здесь вот именно представлено, как это работает. Попадает на листовую поверхность, мигрирует в корневую систему, синтезирует с цитокинин растением, и уже растение растет. Сейчас на рынке появляются химически синтезированные продукты. Стоит дорого, дозировки маленькие, но очень легко вот именно получить такой обратный эффект. Хотим, допустим, улучшить корневую систему, а сработали как гормональный препарат. Поэтому здесь это еще на таком стадии изучения, обучения. Что еще делают эти продукты? Вот прям явный пример. Например, скажем так, это не относится к органическому земледелию. Протравители в основной своей массе имеют такой эффект, как такой ретардантный эффект, сдерживают схожесть. И для чего нужно обрабатывать семена? Во-первых, либо убрать этот эффект, и когда они хорошо себя показывают, когда неблагоприятные погодные условия в период посева, прорастания, данные препараты работают всегда, и вы увидите, что есть смысл применять. Здесь был проведен опыт, обработанным аксайзом, контроль, чашки Петри были помещены в холодильную камеру, плюс 3 градуса, через 7 дней они оттуда были изъяты. Соответственно, вы видите, там, где были добавлены полисахара, карбоновые кислоты и гормональный комплекс, растения более развитые. То есть это то же самое вы можете увидеть в поле. Следующий слайд, пожалуйста. Сера. Как ни странно, это, наверное, один единственный элемент из периодической таблицы Менделеева, который можно использовать в органическом земледелии. Данный элемент не вызывает ни у кого никогда никакой резистентности. Этим многие пользуются, многие выпускают фунгициды на основе серы, именно, скажем так, элементы дополнительного питания на основе серы. В частности, биозуфор – это триоксид серы. Вот в том понимании, что это есть, это жидкость голубого цвета, с запахом серы. Применяется и используется, и имеется положительный опыт применения при работе на зерновых и зернобобовых, если нам надо постраховаться по белку. То есть, если у нас есть сомнения, что мы получим зерно того качества, которое нужно. Следующий слайд, пожалуйста. Драматываем. Драматываем. Еще. Останавливаемся. Группа антистрессов-стимуляторов. Аминокислоты. Первый продукт – бомбардир протеин. Это продукт на основе аминокислот. Сделан из семян зерновых, зернобобовых, овощных культур. Методом ферментативного ядролиза. То есть, по сути дела, продукт живой. Что подтверждает наличие метаболических активаторов. То есть, в чем преимущество таких продуктов? При попадании на листовую поверхность, за счет того, что аминограмма очень близка к аминограмме растений, растение начинает сразу его использовать. Но не нужно забывать. Если смоделируем ситуацию, допустим, понижение температур, большое количество осадков. Клетки растений забиваются водой, останавливается фотосинтез. Растение не растет, не развивается. Да, оно зеленое. Оно в тургаре. Что нам нужно сделать? И, допустим, аналогично наступает засуха. Все то же самое, только уже, соответственно, будет понижаться содержание воды. Что нам нужно сделать? Нам нужно выждать, скажем так, 3-5 дней этого стресса, когда растение начнет синтезировать полиамины. То есть, это те вещества, с помощью которых растение само справляется со стрессом. И после этого уже, допустим, мы работаем аминокислотными комплексами. Аминокислоты сами по себе являются строительным материалом, то есть, кирпички в растении. А все остальное мы уже даем в качестве раствора. Применим абсолютно на всех культурах. Овощные, сады, зерновые, технические. Следующий слайд. Следующий. С какой нормой? Вот все культуры. То есть, смотрите, чтобы было понимание, да, почему продукт еще можно использовать здесь в капле. Туда в состав введены фульвокислоты, которые крайне необходимы именно для работы через корневую систему. Дозировки, как правило, через капли всегда в 2-3 раза выше, чем фолиарно. Никогда, наоборот, не бывает. То есть, если, скажем так, напишут по листу 1 литр под корень 0,1, ну, значит, хотят, наверное, чисто продать. Следующий слайд, пожалуйста. Амолгировый эссенс. Там, кстати, вот наша баклажечка. Баклажечка тоже именно расти, препарат, скажем так, растительного происхождения. Базой служит, открой секрет, сахарная свекла. Чем этот препарат и уникален? Помогает растениям переживать заморозки, засухи. За счет именно вот комбинации, что в составе есть аминокислоты, те же самые гормоны. Альгинат – прекрасное вещество, которое помогает удерживать влагу там, куда попадает данное вещество. Кстати, альгинат используется в кремах косметических для увлажнения кожи. Альгинат там всегда присутствует. Как ни смешно прозвучало бы, да, но экстракты трав, в частности, допустим, эхинацея, это помогает... Назад чуть-чуть, да. Позволяет справиться, скажем так, относительно с некоторыми заболеваниями листового аппарата. Даже не столько, скажем так, сдержать, да, позволяет повысить иммунный статус растений. И, допустим, вот то, что я в поле видел, обрабатывая подсолнечек, мы меньше видели то же самое мучнистые расы и всех этих пятнистостей. При использовании в саду до прогнозируемых заморозков данным препаратом мы сохраняем завязи. Если мы понимаем, что у нас будет долгое время, будет наступать засуха, за 3-5 дней отрабатываем за счет того, что в составе есть калий, быстро поглощается растениями, калий будет находиться в клетках, будет держать влагу. Мы поможем растению пережить. Применим как при обработке посадочного материала, семенного материала, так и по вегетации. Следующее. Бестселлер нашей компании, наверное, кто-то знаком, кто-то уже работает, кто-то имеет положительные отзывы. Сиаптон. Это продукт с высоким, высококонцентрированный продукт в составе аминокислоты, пептиды. Очень хорошо работает в условиях, наверное, в вашем регионе, где очень высокие температуры, за счет того, что в данном продукте большое содержание аминокислоты под названием пролин, который является осмолептиком, наверное, одним из самых лучших, помогает растению пережить засуху за счет именно контроля содержания и соотношения влаги с элементами, такими как марганецинк, непосредственно в клетке. Следующее. Надеюсь, время есть. Как будет, не странно, но продукт тоже одобрен, включен. В Европе данный продукт называется биофунгицид. У нас чуть-чуть регистрация по-другому. У нас питание всегда зарегистрировано дешевле и быстрее, нежели препараты из пестицидов. Фосфонинфо, высокое содержание фосфора, порядка 1040 грамм на литр, следующий, плюс магний. Данный продукт, мы можем помочь растению сформировать корневую систему и поддержать фотосинтез. Помимо этого, следующий слайд, будьте добры. Следующий. Следующий еще. Следующий. Да, на этом остановимся. Фосфор здесь находится в виде фосфита, 100% усваивается растением, передвигается вверх-вниз, то есть он не застывает там, где поглотился. Помимо питания, обладает явно выраженным фунгицидным эффектом. В питательную среду было добавлено возбудитель альтернария на зерновых. Видите, да, каким образом? С левой стороны без нашего препарата, справа с нашим препаратом. И следующий слайд, пожалуйста, очень хорошо видно на картофеле, как возбудитель под воздействием данного препарата, картофель остался. В свое время данный продукт был у нас в России, работали и закладывали. Был такой прием, и мы закладывали, не закладывали, а обрабатывали картофель при закладке в хранилище на хранение. Следующий. Алексей Михайлович, минуту только. Давайте следующий. 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 Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Листаем, листаем, листаем. Еще. Стоп. Вот, магноцинк. Тоже продукт включен в реестр. Очень интересный продукт, удачный продукт. Можно использовать абсолютно на всех культурах. В комбинации марганец, цинк, аминокислоты. Что делает этот продукт? Этот продукт, и вообще вот эти, скажем так, цинк является у нас предшественником ауксина. То есть, он будет отвечать за рост растения вверх, за рост веток, за пробуждение почек. Марганец у нас будет отвечать за, скажем, эффективную работу того магния, который найдет растение. То есть, чуть-чуть такой в сторону от органического. Многие сейчас начинают в полеводстве идти по простому пути, работать с сульфатом магния. Вроде бы и серы дали, и магний дали, получают обратный эффект. То есть, если вы увидели пожелтение листьев, это не всегда значит, что надо бежать с азотом или надо бежать с магнием. Может быть, там просто и не хватает банально марганца и цинка. Но это очень актуально и видно очень садоводы, они это уже считывают, и они прекрасно понимают. Если они сегодня увидели хлороз листьев, то метаться им надо было недели три назад. Вот поэтому они уже вот так вот приучились. На этом все. Есть какие вопросы? Готов ответить? Друзья, есть вопросы? Да. Если вы видите с ключом-включом, куда с ключом-вотовараются? Скинем, я напишу, это Елене Гулиной, она скинет, есть у нас какой-то перечень. Перед тем, как его куда-то что-то включали у нас в России, по всем этим препаратам у нас запрашивали сертификаты Европейского Союза о том, что они именно ЭКО-БИО. То есть, все, что есть, вот допустим, там баклажка КАОС, в левом нижнем углу наклейка этой организации органического земледелия. То есть, пока на основе этого. Это ничего не выдает, а может быть у вас в России нет, а организации, которые... Я думаю, будет, но вот кто-то что-то адабрит, чиновники все равно без дела сидеть не будут. Вот, поэтому я просто слабо представляю, допустим, как без аминокислот что-то сделать, да, там, позволить там растению в поле мучиться или дать шанс получить дополнительную прибыль, да, в условии того, что мы и так понимаем, что органическое земледелие, основной кусок рентабильности у нас в переработке, но неужели мы откажемся получить там дополнительный центр поля? Дело в том, что либо мы идем в органике исконно, либо мы идем на кобиологизации и протоколе. Сколько нужно серы в органике использовать в сезон? Вообще, вот эти серы разрешено, вы знаете, в каком виде и в каком количестве она в органике? В плане питания или по защите? В плане формы? Потому что должна быть только коллоидная форма или нет? Ну вот у нас флоссу коллоидная. Метаболические активаторы это дрожжи, это бактерии, то есть продукты, это речь именно о бомбардире протеина, это ферментативный гидролиз, ну, проще говоря, там метод брожения, да, потому что аминокислоты можно получать ферментативным гидролизом, можно кислотным, щелочным, то есть, скажем так, шкуры перевзять, залить щелочью, получить аминокислоты. Вот и всё. Они будут работать, но они, скажем так, такие продукты будут работать начинать на 7-10 день. А все вот эти продукты, которые ферментативные, гидролиз, да, они дорогие, от этого никуда не денешься, они дороже, чем продукты, которые получены щелочным гидролизом. Поэтому, что мы хотим получить, либо мы, допустим, у нас это ещё не востребовано, да, но, как бы мы там не ругали Европу, да, но у них, допустим, для рациона курицы, у них вот аминограмма, да, какие аминокислоты должны быть в зерне. Вот по этой аминограмме они покупают. Соответственно, они начинают уже подготавливать продукты, там, допустим, если это пшеница для птицы, там, пшеница для свиней, или животноводства, то есть, там уже идёт дифференциация продуктов. По серии, допустим, коллоидная сера в плане питания она вообще никакого отношения не будет иметь. Она не является источником питания. Это чисто фунгицид, инсектицид. К питанию вообще никак не подойдёт. На рынке есть ли подтверждение научных ваших изысканий? Ещё раз. На рынке на российском большинстве препаратов есть ли подтверждение в следующем расслаблении как-то сказать? Как работают в поле? Или... На рынке у нас уже получается они третий год. Уже массово продаются, массово используются. Есть какие-то? От института нет. Есть только внутренние опыты, хозяйственные, производственные опыты непосредственно от хозяйств. Допустим, в Воронеже там любитель данных продуктов... Слаукка на Амалгироле. А Панецкий район ОПК, Бомбардир, Амалгирол, Магноцинк, то есть вся линейка. Там они полностью вот прям спят и видят. Там у них по листу. То есть это органические хозяйства? Или нет? Нет, ОПК неорганический, Слаук, что-то там... И что-то там от 3-600 получил. А, ну вот он на Амалгироле и два года на Микоризе. Алексей, про разладывали стал профит Амалгирол. Что? Разложение отставков. Да, еще по Амалгиролу. Смотрите, очень важный момент, да, что такое у нас поле? Поле это агробиоциноз, это живой организм. Это несколько организмов в одном месте, да, куда постоянно вмешивается человек. Там с намерениями, без намерений, навсегда он будет вмешиваться. Вот помимо всех вот этих элементов питания, воды, самый важный элемент для растений, да, у нас является углерод. Нет углерода, соответственно, нет у нас, скажем, продуктивности нашего поля. В европейских странах, наверное, года три назад запустили так называемое углеродное земледелие. Именно продукт с высоким содержанием углерода, потом эти списки подают, и им уже какую-то компенсацию. Там просто уже дошли по применению минеральных удобрений настолько, что мы тоже к этому подойдем, мы убьем. свои почвы, и потом уже дети наши будут это восполнять. Но тем не менее, даже растениям нужен углерод для чего? Для фотосинтеза. Вот если, допустим, будет много дождей, фотосинтеза не будет в той степени, которой нам хотелось бы, потому что клетка будет перенасыщена водой, там не будет марганца, цинка, магния и углерода. при применении органика раскладывается под воздействием чего? Здесь все связано, под воздействием микроорганизмов, которые живут, существуют за счет фульвокислот. Что было отмечено еще на Молгероле? Мы делали опыт, выводили подсолнечник из стресса, решили посчитать количество растительных остатков на этих делянках, где был применен Молгерол и не был применен, и в конце уборки, ну, прям перед уборкой, мы посчитали. Снижение, по-моему, было порядка 27%. То есть данные есть, кому будет интересно, я это скину. Редактор субтитров А.Семкин